Президент Ильхам Алиев, первая леди Михрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева в рамках поездки в Габалинский район посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили цветы. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции нового моста над рекой Бум, отделяющий 11 населенных пунктов от районного центра и других населенных пунктов, а также двухкилометровой автомобильной дороги, ведущей в поселок Бум. Мост длиной 310 метров, шириной 9 метров играет важную роль в обеспечении удобного и безопасного передвижения водителей и граждан. Глава государства, первая леди Михрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили албанскую церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж. Реставрация храма началась в 2019 году фондом Гейдар Алиева. Несмотря на пандемию и 44-дневную войну, восстановительные работы не прекращались ни на один день. Работы завершились в ноябре 2020 года. Недавно представители удинского народа выступили на фестивале Хары-Бюль-Бюль в Шуше. Это еще раз показывает, что все народы в Азербайджане живут как одна семья. Мы все демонстрируем свое единство, и восстановление этой церкви олицетворяет наше единство. В настоящее время в селе Нидж, которое является образцом толерантности, функционируют три церкви и две мечети. Здесь проживает около 4 тысяч из 10 тысяч удинов мира. Глава государства, первая леди и их дочь посетили также церковь Святого Елисея Чотари, которая была построена в 1823 году. В 2006 году храм был реконструирован фондом Гейдара Лива. В селе Нидж президент Азербайджана побывал и в школе номер один, где в настоящее время обучается 135 учеников. При участии президента Ильхам Алиева и первой леди Мехребан Алиевой были открыты железнодорожный вокзал и станция Лаки-Габала. Протяженность железнодорожной ветки по оси составляет чуть более 42 километров. Современная автотранспортная инфраструктура в первую очередь будет служить комфорту горожан. Реализация этого проекта предоставляет жителям, путешествующим из Габалы в столицу и другие районы страны, широкую возможность комфортно и безопасно добраться до своих домов.